Игорь Ермолаев Народной Федерации Журналистов, член Национального Союза Фотохудожников Украины. А для меня и для всех николаевцев просто путешественник. Он приехал недавно из Индии, пришел на передачу, мы так и поговорили, поговорили, но он успел столько наснимать там всяких интересных кадров, и столько у нее еще осталось историй в загашнике, что сегодня мы решили продолжить этот разговор. Что это такое? Здравствуйте, спасибо за доброе представление. Ну, а это, как ни странно, самое опасное живое существо в Индии. Все думают, ну, кобра, скорпион, тигр, а на самом деле вот этот вот моллюск, называется конус, водится в Индийском океане, и если на него нечаянно наступить, у него вот здесь вот выходит такой шип, и практически, да, бьет шипом, противоядия не существует. То есть все, да? Да, да, практически все. Так называемый летальный исход, да? Да, да, да. Поэтому, если заходишь в воду, надо обязательно вот так идешь ногами, вот так вот как-то вот... А, так вот шуршишь, да, шуршишь, то, в общем, желательно оттолкнуть, вот если это скат, например, это может быть, это может быть этот моллюск. Ну, скат-то понятно, скат и у нас есть в Ягорлыцком заливе, а вот это, оно что, у берега не на глубине может находиться? Бывает где угодно, и его, по крайней мере, ты оттолкнешь ногой и уже не наступишь. И вот неспроста у этого существа предупредительная окраска вот такая яркая, это всегда вот все ядовитые существа в океане, и раковины, и рыбы, медузы, они носят вот такую яркую, так называемую предупреждающую окраску. Ну, наверное, уже сейчас окраска его изменилась, потому что она, я думаю, что сильно изменилась, потому что не совсем он такой яркий и пугающий, он в таких хороших палевых цветах, он даже сейчас, на него приятно смотреть. Приятно и безопасно, но сигнал вот всегда для человека, где бы ты ни был, неважно, это Красное море, Персидский залив, Южно-Китайское море, если яркое что-то, не трогай, любуйся, но не трогай. Игорь, сколько прошло времени после первого посещения Индии? Что изменилось, вот по пунктам, кратко, что изменилось за это время? Ну, прошло ровно 20 лет, это в 1996 году моя первая экспедиция была, вот получается ровно 20 лет, и, кстати, вот раз ошел об этом разговор, я уже могу анонсировать свою третью экспедицию, которую, ну, возможно, будет уже этой осенью, возможно, следующим годом. Это будет новый совершенно район, Варанаси, Конарак, Калькутта, там, кстати, вот в том районе построили копии знаменитых индонезийских и кампучийских храмов, Барабудур, Ангкор-Ват, полностью копии, то есть, чтобы теперь посетить эти просто бесценные творения человечества, можно приехать в Индию. И если будут люди интересоваться, приветствуется спонсорство, приветствует партнерство, если что, связывайтесь со мной, пожалуйста, и мы осуществим такой вот большой проект. Так что, получается, что в двух экспедициях Индии недостаточно вам оказалось, да? О, Индия – это отдельная, не просто страна, даже не просто отдельный континент, это отдельная планета, совершенно все другое. И вот что спросили, что изменилось из-за этого. Да, да, да. Значит, есть как положительные изменения, так и отрицательные. Ну, из отрицательных, назовем, это все-таки небольшой рост цен, ну, даже, можно сказать, в чем-то значительный рост цен. Уже тогда, ну, если была бедность еще, за доллар можно было много купить, то сейчас за доллар можно, образно, купить немного. Это назовем такой главный минус. Но есть и плюсы. Это, прежде всего, решена проблема питьевой воды. То есть, уже нет такого массовых заболеваний дизентерией, брюшным тифом и так далее. То есть, правительство установило специальные такие бюветы для питьевой воды. И можно набирать совершенно бесплатно. Вот. Второе, ну, как бы, скажем, большая безопасность. Налажена система транспорта хорошо. Многие заболевания ушли. Если в 96-м году малярия еще, как бы, ну, такая опасная была, то сейчас, ну, вот я приехал абсолютно здоровый. И, кстати, вот сегодня мы больше поговорим о красоте, о положительном, о хорошем. Потому что первая наша передача была, в основном, посвящена таким, скажем, проблемам, опасностям. Вот. А сегодня мы больше, я предлагаю поговорить о прекрасном. Ну, вот так вот. Чем она, в общем, Индия для нас привлекательна. Чем она интересна. Вот. Ну, давайте смотреть. А давайте, да. Ну, есть же там сюжеты. Давайте первые посмотрим. Конечно. Это, прежде всего, замечательные, красивейшие храмы. И вот мы сейчас их можем увидеть. Пошли. Используется вот в скульптурах, в подношениях богам, знаменитый лотос розовый. Это, кстати, мы видим парк Ладанг. Ботанический. Один из самых известных в Индии. Находится в Бангалоре. Достаточно символическая стоимость за вход. Вечерние кварталы. Вот эти как раз изготавливают из цветов подношения богам. Есть и маленькие храмы, где вот просто человек может зайти, как вот у нас, купить мороженое. А здесь он подошел и получил богословение Брахмана. И пошел дальше. Вот прямо на улицах. Брахманы, их можно отличить по белой ниточке на левом плече. Ну, минус этого, что потом все это подношение сбрасывается в священный колодец. Ну и сами понимаете, какой там запах и какая там инфекция. А где-то на севере Индии они вообще и людей хоронят таким образом где-то. Да, в Варанасии сожжение людей на берегу священной реки Ганг. А еще просто сбрасывают в такой же похожий какой-то специальный колодец и просто орлы и другие птицы растаскиваются. Да, но это уже в Гималаях. Гималаях, Гораях. Обезьяны даже иногда есть ручные, которых посылают наверх. И обезьяна ловкими круговыми движениями скручивает этот орех. Ну, в общем, навыков. А вот какая кошка. Да, это чисто индийская кошка, да. Вот это самое, конечно, прекрасное, ради чего ехать в Индию стоит, это и храмы. Представляете, каждая вот эта скульптура вытесана из камня вручную, а потом раскрашена. Вот это вот настоящее позолото. Внутри снимать категорически запрещено. Скажу честно, допустит меня индийцы, брахманы и правительство. Ну, я же это в добрых целях. Вот я подумал, смотрите, это же тысячелетие уже этих храмов. Да, это старые все. Вот, и все-таки индийцы где-то за эти тысячелетия обошлись без жесточайших войн. Их это все обмянуло. Да, и именно поэтому и сохранились. И поэтому сохранились. Сравнив с Европой, что в последней войне разрушено, и что здесь осталось. Все осталось. Единственный момент. По-настоящему там они только воевали, когда пришел македонский. Ну, и то на границе. И то на границе. Была стычка такая, не особо подтвержденная историей. Вот это, кстати, храм Кали, богини смерти. Ведь страшные такие вещи. Тут резанные руки, головы и так далее. Вот я про храмы. Единственное, что у них иногда зарастают травой, пальмами, кустами. И вот как раз хампи, о которой мы в прошлый раз говорили, это в самом центре Индии. Недавно его просто вот расчистили от лесов. От кустарника. И получается, обнажилось такой целый комплекс храмов, которые просто были заброшены. Сейчас это одна из самых любимых мест посещений. То есть, у них уже появились деньги на то, чтобы как в Южной Америке расчищать старые храмы, старые святилища, да? Да, да. Естественно, там установлен платный вход. И, к сожалению, вот только для иностранцев он гораздо больше, раз в 10-15, чем для местных жителей. Это, конечно, такая дискриминационная норма. Потому что, сами понимаете, японец, иностранец, да, с их огромной зарплатой, и украинец, разные вещи. Да, но ты всегда, когда ты ездишь, а в Индии особенно, ты почувствовал, что тебе в Индии надо жить в палатке. Слава Богу, что там нет холодного климата. Вот, и что ты, недостаточно у тебя толстый кошелек, да? Разумеется, это чувствуется во всех странах практически. Но я научился обходить эти способы. Я, знаете, как туризм, это не есть бомжизм. Умный, думающий путешественник, он всегда найдет способ, где и помыться, привести себя в порядок, одежду и так далее. Я договаривался по интернету с индийцами, у меня, получается, часть ночлегов, где я мог постираться, помыться, зарядить аккумуляторы. Это было по системе каучсерфинг. Вот, как я уже говорил, достаточно добрые, такие открытые, радушные люди. Часть, естественно, это палатки были, потому что в диких местах нет ни отелей, ни каучсерферов. Но, понимаете как, я еду за духовным, а не за материальным, прежде всего. И ради того, чтобы увидеть красивейший заброшенный храм, какой-то водопад, каньон, гору Гималаев, то тут согласен терпеть любые лишения, можно с палатки без проблем. А сколько километров по Индии ты преодолел? Ну, получается, это 4 тысячи. 4 тысячи в месяц. Да, и вот та экспедиция, которую я планирую в будущем, я думаю, это будет третья, где-то около 2 тысяч километров. Но, естественно, это будет уже по согласованию с группой, которая у меня будет. Кстати, группа, она не должна быть очень большой для удобства. Это, кстати, опять же, скрытая съемка, сделана в храме Ганыша. Потому что не разрешают, да? Не разрешают категорически. Хотя я снимаю всегда без вспышки. Я понимаю, уважаю чувства верующих, никому не мешаю. Тем не менее, это вот церемония посвящения Богу Ганышу. Это главный храм Ганыша. Находится он в Пудучери. Яркие краски такие в храме, ничего такого аскетичного. Очень яркие. Все очень... И люди, которые сидят в этом храме, или стоят, или находятся просто. И они тоже яркие. У них же такие же краски, как и на стенах. А вот это, кстати, очень интересное место. Это Ашрам Шри Аурабинда, самый известный Ашрам Индии. И вот далее мы сейчас увидим знаменитый Ауравиль. Вот это вот устройство для медитации, которое построили в 50-е годы. Тут целый такой комплекс для медитации. Какие-то непонятные лабиринты, дерево с висячими корнями, под которым люди медитируют, лабиринты камней и вот этот вот знаменитый шар для медитации. Да, его называют, по-моему, матримониал. Он новейший, его недавно построили? Его в 58-м году построили. Значит, женщине, гуру, пришла в голову идея именно конструкции. То есть, она, видимо, была подключена к энергоинформационному полю, о котором еще Вернадский писал. Ей вот такое вот устройство пришло в голову. Она взяла его, зарисовала и построила такое устройство. Сотовое такое, архитектура сотовая. Да, там внутри можно медитировать бесплатно. Говорят, чудесное ощущение. А вот видите, контраст. Замечательный храм и грязная речка внизу. Да, да, да. Вот как вот это у них, вот видите, как это сочетается, это просто невероятно. Ну, у тебя на симке получается живописно, между прочим. Живописно, да. А видно, там запах буздоров какой-то. Ой, запах буздоров. Причем, знаете, люди тоже одеваются достаточно аккуратно. У них культура есть американская, вот это мыться по утрам. У нас больше вечера, у них утром. Они одевают чистые выглаженные рубашки. Женщины красивые, чистые сари. И тут же эта женщина взяла, съела то мороженое и бросила на мостовую остаток там. Никаких урн, да? Да, урны есть. Есть, но все равно, да? Да. Вот не принято. В окно я вижу приличный человек, едем в поезде, да. Кушает, выпил бутылку и выбросил бутылку в окно. Ну, ну как? Кто подберешь, да? Так, то они это просто на окраинах, вот эти все залежи этих бутылок. Вот в храмах можно увидеть колоритных таких личностей. Сидят мудрецы, там что-то пропагандируют, что-то рассказывают. Вот как, например, если чалма на голове, это сик, лев, значит. Ага, там же что, да, вот в этом, целая такая нация, так сказать, сикхи. Различия национальные. Внутри можно ходить только босиком. Вся обувь остается, причем по всему этому комплексу ходишь. Ну, восток. Я просто стер носки свои. Да? Да. Вот старинные фрески, все это сохранилось, все это любовно обновляется. На это всегда есть деньги. Но я скажу так, что пожертвований несут очень много, совершенно несоизмеримо, вот, допустим, православный храм и индуистский. Там практически все поставлено на поток. Зашел подношение, подошел к брахману подношение, он тебя курил священным огнем подношение, порошок специально взял подношение. И традиционно это 10 рупий дают, то есть около 5,5 гривен. Но ты пытался медитировать или нет? Желание такое было? Участвовал я в нескольких интересных обрядах. Мне было интересно и обряд объединения с божественной сущностью. Там обряд раскрытия сверхспособности, очистка чакр. Просто какой-то вот загадочный ритуал, при котором ты в каком-то трансе рисуешь мандалу. Красивый такой вот узор из песка, причем мы в каком-то дыму. Ну сразу говорю, что наркотические вещества там категорически не применяются. В основном это особые молитвы, особенно горловые брахманов, которые вводят людей в состояние... То есть изнутри человеческого, да? Да, это вот они в определенный транс. Ну ты показал там украинскую йогу или нет? Я так... Ну как там? Видел же ты йогу. Они действительно такие есть, как рассказывают. Есть украинская йога. Уже оказывается есть и украинская, и кунг-фу, и все что угодно. Но йоги украинские я не в курсе, но насчет их йоги... Вы знаете, это оказалось несколько миф, что вот индийцы только чем и занимаются, так это йогой, а лечатся аюрведой. Да. На самом деле среди индийцев это практически не распространено, только единицы занимаются этим, ну очень редко. И в основном это распространено за пределами Индии, понимаете? А сами индийцы... Да, а здесь в Индии в самой, они это сделали для туристов. То есть вот есть несколько центров аюрведы, причем они очень экзотические. Например, вот ты ложишься, тебя мало того, что обтирают маслом, тебе еще на голову льют это масло. Вот так вот как-то задираешь голову, и вот тебе на лоб обтекают все эти волосы. То есть я не представляю, как потом можно отмыться от этого всего, но говорят, это чрезвычайно полезно. А ты читал Лавацкую что-нибудь и знаешь, что это за человек? Да, конечно, знаю. Ну вот она вот говорила, и так вот она писала достоверно, вроде бы, что люди продвигаются по воздуху где-то, вот такая тропинка между... в ущелье, там где-то вот скала такая маленькая, там два человека не пройдет. И вдруг этот какой-то брахман или кто-то вот раз обходит по воздуху человека и пошел дальше. Что это такое? Я понимаю, что это такое, я был в таких местах, но это, понимаете, это не скорее не Индия, это Гималайи. Это уже другая культура немножко, да? Да, это в Непале такое можно вот столкнуться, это в верхних монастырях, я был в таких вот загадочных местах, где места и хочется летать, и места, где ты можешь увидеть руку снежного человека. И совершенно загадочное такое вот явление, как верхние монастыри, это между двух речек, такая гора, на которых вот натыканы эти монастыри, это просто, ну, скажем так, только можно в фантастических фильмах увидеть, где компьютером такое создается. Это есть. А в Индии это меньше распространено, вот скажем так, они в основном брахманы, это служители культа, они не показывают каких-то, назовем их так, трюков, фокусов. Это больше свойственно, может быть, ну, вот в районе Тибета. Там можно вот Китай, вот китайская часть Тибета, непальская. Вот здесь они просто служители культа. Причем это все очень красиво. Вот у нас есть, мы потом посмотрим видеосюжет. Это все, ну, настолько торжественно. Там возятся специальные колесницы с богами. Причем они ярко освещены. А вы спросите, а как же они могут их везти, когда они ярко освещены? Оказывается, едет колесница, а сзади за ней прицепом ездит динамо-машина. Ее вот так вот несут, или она едет на тележке. Да. И она тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук стучит и вырабатывает электричество. И эта огромная конструкция подсвечивается. Представляете, как бы вроде аляписта, а красиво. Слоны их специально наряжают, там полдня красят того слона. Ну, давай это дело смотреть. Ты же видео принес, давай посмотрим. Вперед. Вот это ворота Индии. Первые, кто приезжал в Индии, раньше же самолетов не было, на кораблях встречали эти ворота. В Арунгабаде есть свой Тадж-Махал, практически копия, как в Агре. Ага. Вот так вот приблизительно выглядит центр любого индийского города. Это огромный базар, множество машин, множество людей. Вот самая процедура как раз церемонии освещения. Ну, в благовонии все время, наверное, слышны запахи, да? Да, конечно, конечно. Брахман освещает. Вот это в центре города вот такой слон, да? Да, в центре города вот ходит. Не боясь, а вдруг у него что-то проявится, какие-то свои расстройства психические. Ну, вы понимаете, как, у них культура отношения к животным, они как братья, вы одной крови, ты и я. Угу. Хорошо кормят. Почему ему волноваться, на кого-то нападать? Вот культура уличной еды, очень необычно делают ее. А вот интересная вещь, которая меня удивила. Вот я увидел, перебью тебя, я увидел мальчика в костюме и в галстуке, а вон еще один. Да. Это редко бывает или нет? Это редко. И меня это удивило. Вы знаете, оказывается, большая часть индийцев католики. И это происходит свадьба не по индуийскому, а по католическому обычаю, в католическом храме. Представляете, вот это тоже, кстати, отличие от 96-го года. Раньше такого не было. Раньше, да, редко. А вот сейчас я увидел практически в каждом городе католический храм, и весьма немаленький. Конечно, там свои есть нюансы, своя экзотика, но вот, пожалуйста, Богоматерь с Христом. Причем у Богоматери какие-то чуть-чуть индийские черты лица. Ага. Ну, это что, куда денешься? Индийцы есть индийцы. Да, ну, а у Ленина во Вьетнаме, значит, памятник Ленина. Ле-нин и Ленин вот такой вот узкоглазый. Да, свой вроде бы, да? Да, совершенно узкоглазый. Очень часто проводятся парады, то есть хлеба и зрелищ, вот это что работают в Индии. Потому что, ну, смотрите, полтора миллиарда людей без хлеба и зрелищ, они же просто будут социальная напряженность. Ну, это же денег стоит, это все нужно организовать, это все же нужно сотворить костюмы, аксессуары, это все же стоит денег. Конечно. Да и слона прокормить-то точно надо. Так, а в Древнем Риме тоже все это стоило денег, когда там на арене убивали сотни животных, такое вот было кощунство. Тем не менее, это делали для простого люда бесплатно. Хлеба и зрелищ. Да. Вот это, а вот, кстати, храм, который категорически нельзя входить белым, назовем так. Вот, есть такое точное ограничение, да? Есть такие, к сожалению. И исключений не бывает. Вот это максимум мне, что удалось снять с определенной точки. Сначала вот зажигаются фонари, и дальше там уже происходит, что неизвестно. А какая это религия? А это, кстати, тоже интересная вещь. Проходит фестиваль храмов в сельской местности. То есть не только в крупных городах. Вот это конкретно в маленьком городке проходит. Что происходит? Специальный актер наряжается в костюм бога. И ему вот подношение, пожалуйста. А вот теперь вещь очень неоднозначная. Я бы даже сказал, не повторяйте то, что вы увидите. Видите, он взрывчатку, молотком забивают специальные трубы, рискуя получить взрыв. И вот это получается взрыв в честь бога. То есть ты платишь какую-то небольшую сумму. Он заряжает порох в такое вот металлическое устройство и взрывает его. Когда я думал, что вот на этом все окончится, оказывается, это только цветочки были. А вот ягодки, смотрите, вот в каждом, вот в этом пакетике взрывчатка, а в этих кокосовых орехах тоже взрывчатка. Ого, Господи. И потом вот это все взорвут. Причем, вы представляете, что будет, если кокосовый орех разорвется? Это же получается, что это уже не тысячелетняя традиция. Это уже новые придумываются обряды. Потому что, когда появился порох или какие-то другие взрывчатые вещества... Ну вот как порох появился, стали, видимо, это делать. Вот посмотрите, какое это. Надо послушать. Фейерверк. Я думал, что это не все. В смысле, все, а мы идем дальше что-нибудь. В смысле, все, а мы идем дальше. И это кокосовый орех разлетелся во все стороны. Представляете? И мы-то отошли на метров сто, потому что понимаем, что это такое. А интересно, ну метров пятьдесят. Я не удивлюсь, что там кого-то просто поранило. Ну что, Игорь, спасибо, что пришел, рассказал. Я думаю, что мы уже полней... Мне кажется, тебе даже удалось знать, что вот то, что мы обычно видим по телевизору, да, в фильмах, ты все-таки нашел какие-то такие точки... Новые грани. Новые грани, которые просто сами по себе интересны. Будем ждать твоих путешествий и будем показывать и рассказывать, как ты это делаешь. А я буду ждать акционных билетов, потому что от этого все зависит. Все, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»